Ну, когда клизма действительно происходит, потому что мы сейчас находимся, по сути дела, под мощным излучением, которое идет из мегагалактики Дева, и еще одно излучение из созвездия Стрельца, которые фокусируются именно на Землю в связи с тем, что здесь идет смена энергетического потенциала нашей планеты. Это меняет и магнитосферу Земли, это очень трудный процесс, тяжелый, он отзывается катаклизмами. Что можно сделать? Можно, безусловно можно. Человек – это глобальный фактор мироздания, и будет такое коллективное управление всех участников вебинара по нормализации событий на Земле, потому что это действительно очень такой трудный период, не все под него адаптированы, причем там во многих случаях он сопровождается даже смертными исходами, и болезни, и коронавирус, который пошел, это все следствие изменений, вот этих глобальных изменений, ну, как бы, в ооносфере Земли. Был звонок из Венгрии от Юдит Демьяна Мтал. Она руководитель нашего регионального отделения в Будапеште. Там произошли очень интересные события. Значит, были регенерации органов, и в том числе с человеком, у которого был рак четвертой степени. Обратите внимание, четвертая степень – везде считается неизлечимым, во всех странах мира. Эта стадия уже… Здесь, в данном случае, все повернулось. И причем это у нас не первый же случай, у нас уже довольно много таких случаев, и об этих случаях рассказывают совершенно в разных странах, вот. И медицине бы заинтересоваться, конечно, этими фактами, потому что это факты. Это факты, которые уже закреплены в обществе, события, которым масса свидетелей, просто сам человек жив-здоров, и многие свидетельствуют об этом, в том числе и медицина, на местах, которые снимают диагнозы. У нас это не первый случай, еще раз подчеркну, о том, что, так сказать, преодолен рак четвертой степени. Вот есть о чем задуматься, вот что я говорю все время. Это работа по познанию мира, и правильное миропонимание приводит к тому, что человек выздоравливает. То есть вибрации его души и его плоти совпадают, и тогда приходит выздоровление. Как-то по-другому тоже можно. Есть такие случаи. Иисус так делал. Хотя он делал тоже этого, в общем-то, весьма, ну, как бы сказать, ограниченно. Тысячи людей ставили вдоль дорог, тянули руки, но он отзывался на просьбу только кого-то одного, того, кто был готов. А тысячи так и оставались со всеми своими просьбами на обочине дороги. Здесь есть о чем задуматься, потому что таких писем «У меня то, у меня это», «Помогите мне», «Спасите меня» идет масса. Но никто не хочет взять на себя труд миропонимания. Вот установится миропонимание, уйдут заболевания. Причем везде уйдут, во всем нашем пространстве в жизни. Понимаете, как изменится ситуация. То есть это все определенные, как бы указатели. Человеку никто не может ничего не запретить, не разрешить. Он сам себе хозяин.